Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня мы вновь в гостях у Константина Скибы, историка, краеведа. И сегодня мы поговорим о новой такой интересной тематике, про иностранных путешественников, которые путешествовали в 19 веке по территории Кавказа и проходили так или иначе через территории Черкесии и оставили свои интересные описания. Отметим, что здесь у нас в материале, насколько я понимаю, будут цитаты из таких путешественников, которые попадаются достаточно редко в материале. Да, мы можем сказать, что некоторые из этих путешественников, может быть, вот на такой широкой аудитории сетевой, в интернете, они, наверное, даже может впервые прозвучат вот в таком подробном виде, как мы о них расскажем. Все привыкли к Беллу и Люлье, но были еще интересные заметки от других людей, которые мало известны, и сегодня мы их введем в оборот. Ну, по крайней мере, постараемся донести основное содержание, потому что эти книги часто большие, толстые, страниц в них много. Ну, какая-то выборка, какие-то вот наиболее особенности, вкусности, мы расскажем. Ну, давайте начнем. Да. Итак, ну, как Виталий сказал совершенно правильно и верно, мы поговорим об иностранных путешественниках, которые в XIX веке посетили земли, населенные черкесами и соседними с ними народами, которые часто проходили в документах той эпохи, как, например, закубанские народы. Ну, соответственно, людей этих будет несколько, но сперва какая-то прелюдия, что да, действительно, это все были годы Кавказской войны, XIX век, и на Северо-Западном Кавказе, причем как на линии Кавказской, на ее отдельных участках, так и, как когда писали, в землях непокорных горцев, побывало немало иностранцев, воспоминания дневики которых, к сожалению, до сих пор не переведены на русский язык. То есть, вот о ком мы будем говорить. Да, мы знаем много иностранцев, сведения о которых и работы которых давно известны. Вот. Но есть огромный пласт литературы, которая вот как-то в таком интересном ситуации оказалась, что она до сих пор не введена в научный оборот. То есть, эти книги, благодаря интернету, имеются в открытом сетевом доступе. Причем, опять же, можем похвалить зарубежные библиотеки, архивы, у них часто никаких проблем с бесплатным скачиванием нет. У нас, если, ну, бывают такие случаи, какая-нибудь редкая книга начинается, то там ограниченный режим, то есть, не все страницы показывают, то там в каком-то малюсеньком вот таком формате глаз сломать, не дай бог там иллюстрацию оттуда скачать. То вот в этом смысле иностранным авторам повезло, потому что зарубежные архивные фонды, библиотеки различные, они предоставляют информацию гораздо проще. То есть, получается, что значит не введены в научный оборот. То есть, книга есть, но вот скачать ее может любой. Перевести, ну, получается, тоже может любой. А вот публиковать, вводить вот в научное сообщество, это уж, как говорится, да, сугубо ваше личное дело, и никого это не интересует, к сожалению. Поэтому вот, конечно, вот мы и решили сегодня об этом поговорить. Ну, конечно, опять же, следует что признать. Мы не первые, то есть, мы не какие-то там первопроходцы, как казалось бы, да. То есть, многое было сделано до нас. Например, еще в 90-е годы в Майкопе, Нальчике была издана целая серия книг. Их, то есть, адыгские исследователи, ученые перевели на русский язык и опубликовали книги англичан, там, Джеймса Белла, Эдмонда Спенсера, Джона Лонгварта. Клапрот. То есть, Генрих Юлиц, Клапрот. Ну, то есть, огромный какой-то массив работы они сделали. Плюс еще можно вспомнить записки так называемых европейских легионеров, которые под конец Кавказской войны появились здесь. Это там Лапинский, Фанвиль и так далее. То есть, да, действительно, вот эти книги на тот момент были, ну, такой историографической сенсацией. Потому что какие-то отдельные кусочки, ну, люди знали об этих книгах. Например, в 1974 году в Нальчике был опубликован такой, ну, до сих пор известный, монументальный, внушительный сборник, как «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов». Ну, в историков, в среде историков-кавказоведов обычно используется аббревиатура «АПКИИА». Ну, то есть, все свои сразу понимают, о чем идет речь. И вот там для научного тогда еще советского сообщества было огромным плюсом, что вот хоть какую-то выборку переводных иностранных работ сделали. Но это было, по большому счету, хоть что-то, но любому историку гораздо интереснее. Вот почему кусочек? Я хочу прочитать всю работу. Возврат в контексте. Конечно же, конечно же. Поэтому вот в 90-е годы полностью изданные эти книги, они расширили очень существенно эту историографическую базу. Они, наверное, самые популярные все на них. Да, ну, опять же, там Белл, Спенсер, Лонгвард, естественно. Но опять же, это большой труд, но он был очень сложный. Вот можно привести в пример, как книгу Эдмонда Спенсера вообще издали. То есть, во-первых, ее название интересное. «Путешествие в Черкесию», «Крымскую татарию» и так далее. «Включающая прогулку под Парами, вниз по Дунаю, из Вены в Константинополь и вокруг Черного моря». То есть, ну, тогда любили вообще такие подробные названия давать книгам. Ну, издавали ее несколько раз. В принципе, в 1839 году она уже была издана. То есть, по свежим следам поездки Спенсера в землю черкесов. Но, опять же, как она попала к адыгским исследователям? На тот момент жил-был такой Дживат Цей, президент общества Адыга Хассе Центр в Нью-Йорке, то есть, в Америке, в США. И вот он подарил эту книгу профессору Аскеру Гадагатлю еще в 1971 году. То есть, английский, вот этот самый оригинал книги. Ну, спасибо большое, но какое-то время належала, пока в 90-е годы исследовательница Нифляшева не перевела ее, потом она нашла спонсоров, ну и, наконец-таки, ее издала. То есть, вот какой сложный путь прошла всего лишь одна книга. Этузиазм и случай. Да, то есть, там, 1971 год, там, получили ее люди, а в 90-х годах, ну, опять же, спонсоры нужны, да, вот они ее издали. И это только один пример, как это бывает. Тем более, ну, опять же, если говорить, ну, не то чтобы откровенно, но с таким, как бы, ну, присущим мне взглядом, ну, тоже такой-то интересный момент. Это далеко не все книги, которые можно было бы издать и опубликовать. То есть, был какой-то определенный интерес. То есть, почему именно эти книги? Ну, у меня, как представителя, скажем так, великодержавной имперской школы историографической, есть одна мысль. То есть, да, это были книги англичан, которые ездили в земли черкесов с весьма конкретной и понятной целью. То есть, какой-то определенный антироссийский контекст в этих книгах присутствовал. Вот. Ну, это были те самые 90-е годы, смутные времена в истории нашего государства, когда очень активно и сильно раскручивалась тема геноцида атыгов. Очень часто создавался такой образ агрессивного чудовища Российской империи, которое только и делало, что пожирало малые народы. Ну, достаточно вспомнить, что вот тогдашние конференции, которые проводились между майкопскими и краснодарскими учеными, там, ну, например, в 94-м году, открою маленький секрет, там в кулуарах, ну, иногда даже до мордобоя доходило между историками. Ну, потом мирились, потом как-то находили общий язык, потом как-то уже это схлынула волна, но что было, то было. Да, то есть, это реальные факты. Но давайте сейчас немножко вот от этого отойдем, а вспомним вот что. Ну, да, допустим, английские авторы, приезжающие в земли черкесов, часто там гневно обвиняли Россию во всех страшных грехах. Но есть такая поговорка про то, что чья бы коровы бы мычал. Да, вот, потому что, ну, а что, на совести англосаксов ничего нет? Есть. Ну, например, истребление индейцев в Америке. Например, работорговля неграми из Африки, ну, в ту же Америку, когда они этот живой шоколад, так называемый, возили кораблями, там, трамбовали их, там, плотно, половина умирала в пути, но довозили они и продавали вот на эти хлопковые сахарные плантации в Америке, да. В конце концов, ограбление Индии. Да, это известный термин, что это там жемчужина в короне Британской империи, но мало кто знает, что богатейшая страна Индия была, ну, можно сказать, буквально-таки ограблена англичанами, да. Вот, ну, или в конце концов, знаменитая продажа опиума в Китай, то есть, узаконенный наркотрафик, которым занимались англичане в Китае, причем устраивая там военные экспедиции и разгромы китайских войск, которые пытались препятствовать вот этому наркотрафику. Короче, много чего было, да. Ведь не секрет, что черкесы, или, кстати, как их называл Дэвид Урквард, наши милые ирокезы. Ну, правда, сразу такая вот ассоциация. Ну, а почему черкесов Урквард назвал нашими милыми ирокезами? То есть, какое-то такое вот ласковое название, но тогда давайте вспомним, а какой вот вообще подтекст на тот момент могла бы иметь фраза ирокезы в уме англичанина, учитывая историю ирокезов и, ну, североамериканских этих штатов, эти воины и так далее. Да, они их использовали в военные действия. Да, можно сказать, видимо, будет примерно такая картина в английской голове, что это храбрые, там, честные люди, то есть, они воинственные, у них там есть какой-то определенный кодекс чести, но, вот если откровенно, в глазах европейца, ну, скажем так, несколько туповатые. Опять же, ну, с точки зрения европейского менталитета, да. Вот, то есть, опять же, ага, значит, наши милые ирокезы, это адыги, да, то есть, получается, они были нужны англичанам тоже как какое-то пушечное мясо, ну, хотя они их называли интеллигентно стражи для ворот в Азию, опасаясь, как бы Россия до Индии не добралась. Ну, одним словом, все очень интересно, тем более, что иногда авторы англичане о своих некоторых мыслях, поступках сами проговаривались, ну, так, иногда, вдруг, оп, что-то сказал, и тем самым стало что-то понятно. Берем, например, книгу Джона Лонгборта «Год среди черкесов». Кстати, что интересно, полный вариант этой книги в России впервые был переведен на русский язык и издан только в 2002 году. То есть, вот еще один пример, да, то есть, книга написана Бог знает когда, а для российских исследователей полный вариант появился только в 2002 году. Ну, это сделали в Нальчике, в издательстве «Эльфа», которое очень много всяких интересных, полезных книг для кавказоведения выпустило. Спасибо, конечно, им за это. Сам пользовался и пользуюсь. Там действительно очень, ну, хорошее есть издание. Ну, вот я ее прочитал в свое время, достаточно давно. И вот на 95-й странице какая-то вот любопытная цитата мне попалась. Прочитаем. В путешествии по черкесским землям Джон Лонгвард оказался в гостях у одного адагумского шапсуга. Ну, то есть, на реке Адагум. Они проезжали по своим делам там, вот. Ну, остановились гостевать у одного шапсуга. Замечу, что с Беллом они тогда вместе. Да, ну, то есть, это была та самая, там, разведывательно-агитационная акция. Да, да, да. Вот, как он описывает. Все это был плотный, широкоплечий мужчина. Чеголевато наряженный в свою грубую тунику. Ну, в смысле, в черкеску. Почему грубую? Ну, домотканый холст. То есть, черкески, как правило, делались из вот такого домотканого холста. Вот, сукно привозной было редкостью. Это обычно парадная черкеска. Вот, и, как у всех черкесских, дэнди, ну, то есть, щеголь, да, с обилием серебряных голунов. Ну, то есть, продольных этих полосок, нашитых там на рукава, на вырез, ну, на подул, ну, где только можно, да. Правда, для цивилизованного англичанина Лонгварта этот местный хорбрец и удалец, настоящий черкесский сорвиголова, был всего лишь беглый грабитель, которого отличало уродство его физиономии, полной свирепости и коварства, но, скрашенное дружески безразличным, желанием понравиться инглизу, ну, англичанину, ставшего его гостем. Ну, то есть, как получается? То есть, вот эти все вежливые, как бы, улыбки, а внутри себя Лонгварт что думал? Дикий варвар? Ну, примерно так, наверное, да? Вот, дальше по тексту. Именно в это утро, как меня уверяли, он собственноручно отправил на тот свет семерых русских, а затем прилежно вернулся к своим обязанностям хозяина дома. Ну, одним словом, он поступил, как и его северный коллега. Тот, кто убил шесть или семь дюжин шотландцев на завтрак, вымыл руки и сказал жене, прекрасна эта мирная жизнь. И тут, как говорится, меня немножко, ну, ну, скажем так, резко заинтересовало. А, собственно, что значит северный коллега, при чем тут шотландцы и так далее? Ну, начинаем разбираться. Да, действительно, оказывается, Лонгварт за основу вот этой фразы, прекрасная эта мирная жизнь, взял кусок из Вильяма Шекспира. Даже вот так, вот из классика английского, да? Там есть одно из произведений, где один из англичан, убив шесть или семь дюжин шотландцев, ну, шесть умножить на двенадцать, солидная цифра, вот, и умыв потом руки, разговаривает за завтраком с женой. Жена его спрашивает, кроткий мой Гарри, сколько человек ты убил сегодня? Ответ. Пустяки. Всего человек четырнадцать, не больше. Сущая безделица. Ну, то есть, как-то вот интересно, да? Вот, ну, тогда, уважаемые слушатели, давайте разберемся. Значит, надеюсь, вам понятно, что северный коллега – это англичанин. И, значит, убивать шотландцев на завтрак для англичан – это, ну, милое и полезное дело. Ну, тогда получается, по Джону Лонгварту, безжалостно убивать шотландских горцев, а шотландцы – это горцы, да, это горцы, да, которые спускались с гор на равнины для грабежа, ну, это известные набеги шотландцев на равнину, англичанам не только можно, но и нужно, причем в количествах соответствующих, да, а вот преследовать кавказских горцев за их набеги русским категорически нельзя. Ну, что тут сказать, наверное, то, что знаменитую политику двойных стандартов придумали не сейчас, не в 21 веке, даже не в 20-м. То есть, то, что можно, ну, англосаксам, то категорически нельзя всем остальным. Ну, тогда, видимо, опять же, чуть-чуть отвлечемся и напомним вообще, как поступали англичане с шотландцами. Во-первых, англичане были пришельцы, то есть, а коренные местные горцы, кельты, ну, шотландцы – это еще вот древнее население британских островов, да, вот, они, вот эти пришельцы-англичане, уничтожали их с особой жестокостью. А потом, кстати, учили, ну, уцелевших черкес, стоп, шотландцев, ирландцев, шотландцев, они им что делали? Очень жестокую политику проводили. Например, это известный факт, что в Ирландии под страхом смертной казни было запрещено общаться, говорить на родном языке. То есть, всех заставляли учить английский язык. То есть, до каких ужасов доходило? То есть, жестокое покорение, истребление, уцелевшим даже родной язык запрещен. Вот. Ну, разоружение, естественно, ну, и, как бы там, их женщин пользовали вовсю. Кстати, об этом есть фильм. Этот фильм называется «Брейв Харт. Храброе сердце». В главной роли Мил Гибсон, австралийский актер, который играет роль реального исторического персонажа Уильяма Олеса, который поднял восстание шотландцев против англичан. Причем, что интересно, даже здесь то, что актер австралийский, тоже не просто так. То есть, прошли годы, столетия. Предки Гибсона давно переехали на другой конец света, в Австралию, обжились там как-то вот. Что-то там, ну, произошло уже. Но до какой степени историческая память была сильна, что этот человек взял и снял фильм вот об этом. Ну, а ненависти между ирландцами, англосаксами и кельтами-шотландцами можно разговаривать много. Та же самая история с Северной Ирландией. По сей день. Да, по сей день, что происходит. А если, вот мы упомянули, что кто-то там в Австралию ехал, но ненависть сохранил, можно посмотреть фильм Мартина Скорцезе «Банды Нью-Йорка», где жуткая резня шла по принципу «Ирландцы – англичане». Вот. То есть, вот так продолжалось. Кстати, ну, если все-таки заканчивать этот, скажем так, шотландско-английский рассказ, то да, потом еще была депортация, опять же, чуть-чуть не оговорился черкесов, была депортация шотландских горцев, известная в британской историографии как «Зачистка шотландского высокогорья». А в шотландской традиции это называют «изгнание шотландцев». Надеюсь, понимают, слушатели, с чем это очень сильно, ну, на что это похоже. Результатом этой депортации стала массовая миграция хайлендеров, ну, хайленд – это высокие земли, горцы, то есть шотландские горцы-хайлендеры, на равнину, ну, то есть их вытеснили, выселили на равнину, на так называемые шотландские низины, где там жили лоулендеры, лояльные более к англичанам. Вот, ну, естественно, что, опять же, смотрите аналогии, не все на это согласились, кто-то начал массово мигрировать в Америку, в Канаду, ну, и даже в Россию, в московское царство, переходя на службу к первым романовым, потому что, ну, какая была профессия у шотландцев. Они продавали свой меч, ну, свое оружие, свое умение различным государствам. Здесь, кстати, можно вспомнить генерала Патрика Гордона, ну, это главнокомандующий был русской армией при Молодом Петре, он, например, руководил русской армией во время Чигиринских походов, с турками сражался на территории современной Украины. Вот, или в конце концов, шотландский королевский клан Брюсов, их потомок тоже оказался в России. Можно вспомнить Якова Брюса, соратника, выходца из птенец гнезда Петрова, как их называли. Вот, еще его называли колдун сухаревой башни. Он очень там с мистическими разными вещами связан, был очень сильно, баловался, да, алхимик. Вот, там всякие легенды про него ходили. Но это, да, это шотландцы в России. Как они здесь оказались? Ну, пожалуйста, опять же, можете провести кучу аналогий с судьбой черкесов. То есть, вот так и получается, что вот обо всем этом в Европе не снимают фильмы. Кстати, если знаете, вот Мел Гибсон часто как изгоем становится, как что-нибудь снимет. Вот после, например, он снял «Страсти Христовые», какая буря против него поднялась, обвинение, да. Вот, но, опять же, погрешил чем-то Мел Гибсон против исторической неправды. Он даже на арамейском языке фильм был. То есть, на том языке, на котором говорили люди в тогдашней иудее. Нет. Ну, просто, да, там показано с нелицеприятной стороны вот какие-то такие моменты, которые очень сильно обидели современных потомков тех жителей, тех мест. Как и с ирландцами, и же тоже массово. Собственно, Америка так изначально и заселялась в массовом поселении в Ирландцах. Ну, я могу сказать так, что, во-первых, их миллион с лишним умерло от голода в той самой несчастной Ирландии. А если говорить еще дальше, ну, есть жестокие шутки англичан, когда они там в пабе перепьют своего пива. Например, что можно услышать? Что Господь Бог как-то там ходил где-то, ну, по миру там что-то там смотрел, населял там землю кем-то. А вот ему где-то вот в районе Британских островов приспичило по-большому. Он присел на курточке, там, сделал свое дело. Вот эта вот кучка возле Британских островов, это Ирландия. То есть, вот это грубый английский юмор. Вот, а фраза «Ирлашка проклятый» даже у современных американцев, ну, США, она до сих пор используется. То есть, вот так вот. Не так все хорошо с национальной политикой в современных США, как может показаться. Ладно, вот об этом мы вот сейчас говорим, а там большинство об этом вообще не в курсе, об этом никто не трубит на углах, статьи там, фильмы не снимает. Поэтому, видимо, стоит напомнить некоторым современным искателям исторической справедливости по черкесскому вопросу, что вот, там, просить участия или поддержки у современных англосаксов, это, наверное, как-то нелогично. Потому что эти ребята, как бы, по геноциду еще хорошими специалистами были в мире, да. Французы, ну, в принципе, тоже, у них тоже была своя Кавказская война в Алжире. И потом, чем это кончилось, и как потом Алжир получал независимость, мы знаем. Подробностей не будем, время ограничено. Можете набрать в каком-нибудь интернет-поисковике фразу «Коптельщик Пелесье». Это французский генерал, который в одной там пещере удушил огромную кучу алжирцев. Ну, короче, гугл в помощь. Все это есть, да. Старая добрая Европа. Да. Но мы все-таки будем говорить об иностранцах, побывавших в Черкесии. И вот мы сказали, что в Нальчике большую работу по этому поводу провели. Ведут, в принципе, до сих пор. Вот тоже приятный факт. В 2016 году в Нальчике, благодаря усилиям местных ученых, была переведена и издана книга «Нравы и обычаи в Турции и Черкесии». Автором ее был немец Карл Штюкер, который в 1857 году высадился в районе Туапсе, чтобы помочь Магомед Амину, или как его называл, Наиб Паша. То есть, там жесткие какие-то с турецкими властями связи прослеживаются. Помочь организовать ему регулярную черкесскую пехоту. Вот то, главная проблема в военном вопросе у черкесов, потому что вот с кавалерией нормально, а вот с пехотой, ну, в смысле с русской пехотой, саладать часто они не могли, из-за того, что сами не имели такого рода войск. Вот, он начал там активно откапывать русские пушки, брошенные на побережье, вот в ходе Крымской войны, там строить батареи, из пленных русских, значит, солдат-артиллеристов там подыскивал и стрельбой там потихонечку их на черкесов начал учить. Ну, главная задача все-таки у него было вот пехоту создать. В принципе, что-то было сделано, но буквально на следующий год, в 1858 году, в серьезном сражении с русскими войсками, он был ранен и покинул Черкесию. При этом интересная оговорка, что я опасался свое здоровье, получив рану, потому что никакой нормальной медицины в Черкесии нет. Ну, я в Турцию все, я погрузился и уплыл. Вот интересный факт, одни об одном и том же европейские путешественники говорят разное. Вот он сказал, что с медициной у черкесов плохо. Другие авторы, в принципе, говорят, что почему бы и нет. Ну, на самом деле нормально. То же самое Штюкер оговорился, но это только специалист заметил. Вот такая вот, у него есть кусочек, он описывает кровопускание, ну, как бы медицину, да. И вот такая фраза, что кровопускание людям черкесы не делают. Ну, как увлекались в Европе вот этими там, чуть что сразу кровь в кровь отворяли, да. Вот, говорит, нет, особо этого не делают, но вот лошадям, как бы вот в ветеринарии это присутствует. Причем, сделают кровопускание, после этого приложат плесень, замотают, ну, и лошади все нормально. Плесень, это же антисептик, это же тот самый будущий пенициллин, этот грибок плесневый, зеленый, да. То есть, оказывается, адыги об качествах этого грибка имели представление. Ну, то есть, получается, с медициной плохо, а тут такой интересный факт упоминаем, да. Да, далеко не везде в мире тогда знали и догадывались о вот этих качествах этих грибков, на базе которых потом и появились антибиотики. То есть, получается, большое спасибо, надо сказать, нальчихским товарищам за издание книги Штюкера. Вот, потому что и вот эта медицина, и еще какие-то интересные факты этнографические, как они кукурузу сеяли. Кстати, сеяли по способу древних ацтеков. Не пахали, а вот такой острой палкой тыкали ямки. Ну, тыкнул ямка, подсыпал туда зернышко, там, ногой, рукой заровнял, пошел дальше. То есть, вот так вот. Как рвали зубы, ну, ладно, если что, так прочитать можно, да. Вот, про кровопускание сказали, но я в заключении про Штюкера скажу, что он описал необычную для европейца такую информацию дал, как о родах. То есть, вообще, как бы, тема женский мир, интимная сфера практически полностью отсутствует в записках европейцев, потому что, ну, они от этого вообще были очень далеки, их никто туда не подпускал, да и они сами не особо как-то напрашивались, да. Вот, но о родах, вот я сам удивился, больше всего обратил внимание, Штюкер вот что пишет. Роды, я хотел бы здесь заметить, даются черкешинкам очень легко, так как их свободному развитию тела не препятствуют искусственные средства украшения европейского производства, ну, то есть, корсеты. Правда, у кого-то сразу вопрос, а как же Пшаковтан? Ну, сейчас вот сперва Штюкер, а потом Пшаковтан. Итак, то есть, Штюкер говорит, нет у них никаких европейских корсетов, вот поэтому им легко рожать. Ну, допустим, хорошо. При приближении схваток роженица опускается на колени в постели и наклоняет верхнюю часть туловища немного вперед. Ну, то есть, это не европейская система родов лежа, явно. То есть, это значит, стоит на коленях и немножко вот подалась вперед. В то время как повитуха, ну, то есть, старушка, акушерка, помощница, поглаживаниями по животу, как-то вот так, пытается освободить мать от бремени. Ну, то есть, проводит массаж живота, ну, в принципе, сейчас тоже в роддомах так делают, когда, ну, помогают родам, да. И уже в тот же самый день роженица совершает обычно свои домашние обязанности. О, как! Какие-то железные черкешинки, да, сразу после родов, все, пошла, 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 пошла. Вот. Ну, ладно. На тему, что в этот же день обязанности мы, как бы, не будем комментировать, но нас же что больше всего заинтересовало? Он говорит, такие легкие роды, потому что нету в их жизни такого вещи, как корсеты. Хорошо, ну, у нас же сразу вспоминается тот же самый Пшаковтан, который носили девушки примерно с 10-12 лет до замужества, а некоторые даже спали в них. Ну, такие традиции, мы это прекрасно знаем, связанные, в первую очередь, вот с тем идеалом красоты, который был принят на Кавказе. То есть, такая худенькая, такая тростиночка, такая вот стройненькая, там, грудь плоская и так далее. Вот. Но тогда давайте пытаться соединять. Вот этот штукер сказал и корсеты. Ну, во-первых, европейские женщины когда носили корсеты? В тот самый период, когда черкешинки вообще его не носили. То есть, получается, что замужние черкешинки, ну, рожать-то кому, да? Вот. И девушки-простолюдинки, простолюдинки, большинство девушек, они вообще не носили в этот пшаковтан. То есть, быть бледной, тонкой, с плоской грудью, это привилегия знатных девушек черкесских. То есть, в Европе женщины замужние, вот те, которые рожали, они, наоборот, его носили в тот самый период, ну, детородный, да? Вот. Короче, тема интимой беременности в черкесском обществе не соприкасалась с пшаковтаном. То есть, он был до того как. А пша это, ну, шипший. Ну, девочка, девушка, пша кафтан, девичий. Ну, я понял. А, ну, глашаю. Просто, действительно же, да, упоминается, что кафтана носили до замужества, потом и муж... Ну, в первую брачную ночь снимал его. Ну, правда, там тоже была такая интересная штука, что то разрезал, то распутывал, а подружки невесты специально его запутывали, чтобы потом посмотреть. горячий жених, ну, нетерпеливо разрезал или сидел там и распутывал. Да, то есть, о темпераменте жениха тоже такая вот интересная, как бы, ну, информация, да. Кстати, вот, обратите внимание, на рисунок две типичные черкешинки. Ну, условно, как я вот их вижу, знатная и ее прислуга. То есть, на мой взгляд, по фигурам очень заметно на этом рисунке Григория Гагарина, который называется «Черкесские девушки из Геленджика». Одна, ну, талию даже видно, тонкую талию у высокой девушки, которая, ну, как бы, стоит, да. А вот рядом с ней низенькая, с такой более коренастенькой фигурой. То есть, так и сразу напрашивается аналогия, что это знатная черкешинка, а это ее служанка. То есть, одна носила пшаков там, результат налицо, а, видимо, другая нет. Кстати, вот немножко отвлечемся, тоже самый этнографический тип адыгов. Во-первых, единого нет. То есть, никто никогда не скажет, ну, кто в теме, что адыги, они какие-то примерно одинаковые. Это раз. Второе, никто нормальный, вот, этнограф или кто в теме, он никогда не скажет, что, ну, да простят меня некоторые, что там адыги, они черные. Нет. Нет. Вот как раз вот такого, ну, условно, понятие чистокровного адыга, это что-то такое, ну, конечно, нельзя сказать, что у кого-то там стопроцентное. Но я могу сказать, да, что вот кубанские адыги, они как бы двух этнографических обликов. Там смотришь на бжедугов, они такие, как бы, пониже, по коренасте такие, да, равнинники наши. А среди горцев часто, вот там же с Ябадзеков, хватает высоких, худощавых, даже голубоглазых, ну, сероглазых, карие глаза, шатенов, коричневые волосы. Ну, то есть, вот огненные брюнеты, там, с черными, условно, глазами среди адыгов, это далеко не основной этнографический облик, да. Вот тут даже смотришь, вот даже на этот рисунок, вот посмотрим. Вот, ну, если его увеличить крупно, явно у черкешинки в голубом платье лицо, ну, скажем так, глаза светлые. А может быть, вот то, что пониже, она более брюнетистая. Ну, то есть, вот даже здесь, в этом рисунке, это прослеживается. Ладно, мы отвлеклись. Да, вернемся. Вот, вернемся к неизданным, неопубликованным в России заметкам иностранцев. Среди них много авторов. Например, чешский ученый-ботаник Фридрих Антон Калинати. Ну, кстати, на самом деле, как бы, его писали немец. Почему? Потому что он был, как бы, подданный, австро-немецко-подданный, а по происходению был чех. Но, видимо, анимеченный, потому что, ну, вспоминаем эту историю Чехословакии, там вот это вот взаимодействие их было очень сильное. Фридрих Антон. Да, вот. Короче, он был чех, но проходил как немец. Фридрих Антон Калинати. Или Джордж Дитсон, первый из американцев, стойте, посетивший северо-западный Кавказ. А также более известный художник-боталист Теодор Горшельд, ну, это из Германии. Ну, и многие другие. То есть, что получается? Эти люди много чего интересного писали. Но, вот из-за этого, да, научного пробела, что, вот, пожалуйста, скачай книжку. Ну, блин, она на немецком, Теодор Горшельд. Или, там, Фридрих Антон Калинати тоже на немецком. Даже хуже, ну, сложнее, чем англоязычных, там, ну, авторов, да, переводить. Вот. То есть, они есть, пожалуйста, скачай, но сломай голову и переведи. Причем, как переведи? Ну, видимо, нужен серьезный перевод от специалиста. Вот, а не какой-нибудь, там, ну, как бы, он там, онлайн-переводчик, да. Вот. Поэтому из-за такого научного пробела целый пласт очень интересных исторических фактов, он выпадает из поля зрения, ну, современных историков, кавказоведов. Ну, как говорится, мир не без добрых людей. И вот одним из таких хороших, добрых человеков является Марина Спасенова. Она же Марта. Да, сетевой ник Марта. Ну, видимо, люди сразу, кто в теме, поняли, кто. Это координатор интернет-проекта «Территория поиска». Человек разносторонний. От пения в церковном хоре до горных походов с велосипедом по различным местам нашего северо-западного Кавказа. Участие в археологических экспедициях в Абхазии. Вот. То есть, ну, человек занимается много чем. То есть, увлеченная личность. И вот она в свое время, недавно, нашла в сети и начала переводить книгу воспоминаний Теодора Горшельта. Которая, как выяснилось, вот мы обычно там вспоминаем, он там Шамиля рисовал сдачу в этом, значит, 859 году. Какие-то там жестокие схватки, бои в Дагестане. Ну да, было дело. Но оказывается, он воевал за Кубанью в составе так называемого шапсукского отряда. И то есть, Марине стало просто интересно, как человеку, занимающимся вот нашим этим западным Кавказом, а что же увидел этот немец своим таким, ну, нерусским взглядом на левом берегу Кубани, в Закубани в 1860 году. Продолжение следует...